Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на своём уроке. Мы продолжаем изучение первого раздела «Культура, язык и общение». А тема нашего урока «Почему вы изучаете иностранный язык?» Каковы же цели урока? Сегодня вы узнаете, для чего изучают иностранный язык, что такое адресат, адресат, что такое паронимы. Вы научитесь понимать содержание письма, выделять его части, определять основную мысль. Вы научитесь правильно использовать в речи паронимы. Ребята, начнём наш урок со слов Карла Великого. Владеть другим языком значит обладать второй душой. Как вы понимаете эти слова? Запишите ответ в тетрадь. Зачем изучать иностранный язык? Ребята, посмотрите видеоресурс и постарайтесь определить причины изучения иностранного языка. Говорить на нескольких языках стала нормой для жителей Казахстана. 17 лет назад глава государства даже учредил официальный праздник День языков. Граждане республики должны знать казахский как государственный, русский как язык межнационального общения и английский для успешной интеграции в мировую экономику. Плеглота в стране с каждым годом всё больше, и в этом убедился Айбек Монабаев. День языков – любимый праздник Анны, даже важнее Нового года. Студентка четвёртого курса свободно говорит на пяти языках. Казахский для неё, полячки, неродной, но изучает его девушка старательно. Казахский язык, он мне нужнее, интереснее, чем другие предметы, так как мы живём всё-таки в Казахстане. Это государственный язык, это обязанность каждого гражданина знать казахский язык. В этой семье тоже полиглотов воспитывают с детства. Наравне с русским, английским и казахским учат и родной корейский. Детям я тоже говорю, всё равно, вот у них получается три языка, я говорю, четвёртый родной язык всё равно надо знать. Вот тоже им говорю, давайте на курсы ходите, вам не помешает. Как минимум три языка обязаны знать и все чиновники Астаны. В праздник лингвистов те, кому ещё нет 30, могут блеснуть на специальном конкурсе. Когда человек знает не только один язык, он знает другие языки, также овладевая каким-либо языком, он овладевает культурой того или иного народа. И этим самым, конечно, становится жизнь интересней. Самое главное, это наш родной язык, казахский язык. Все с удовольствием не только применяют на повседневной жизни, это уже стал языком, который и другие народы с удовольствием изучают. В этот день не только проводят языковые конкурсы, но и рассказывают о преимуществах изучения нескольких языков. Но полиглота в стране и без того с каждым годом становится всё больше. Айбек Манабаев, Фёдор Фролов, МИР24. В старших классах и ввозах страны Казахстан поэтапно перейдёт на английский язык обучения. Об этом говорится в президентской программе «100 конкретных шагов». Итак, посмотрев видеоресурс, вы поняли, зачем изучают иностранные языки. Давайте постараемся с вами определить их причины. Первое – это расширение кругозора. Язык – это отражение культуры страны и менталитета её жителей. Изучая иностранный язык, мы начинаем лучше понимать его носителей. Узнаём, как строятся социальные контакты в другой стране. Учимся взаимодействовать с людьми, чьё мышление и восприятие мира отличается от наших. Изучение языка обязательно включает знакомство с историей, географией, искусством и традициями другой страны. Это расширяет кругозор, делает человека более гибким, позволяет шире смотреть на мир. Во время изучения иностранного языка в мозгу создаются новые нейронные связи. Растёт объём серого вещества, улучшается память и внимание. Чем больше языков учит человек, тем быстрее и лучше он решает интеллектуальные задачи. Валерия Петросян говорит, эффект от изучения нескольких иностранных языков сохраняется на всю жизнь. Это значит, что если вы будете учить два языка сегодня, то вам будет проще запоминать и анализировать новую информацию во взрослом возрасте. Третья причина – помощь в изучении родного языка. Освоение иностранных языков помогает разобраться в системе, структуре и правилах родного языка. Что говорит об этом Валерия Петросян? Когда ребёнок осваивает родной язык, он ещё не задумывается о правилах грамматики. Начиная изучать иностранный язык, мы сразу знакомимся с его структурой, с правилами словообразования и построения предложений. Сравнивая иностранный и родной язык, мы лучше понимаем последние, быстрее усваиваем сложные грамматические правила. Четвёртое. Для учёбы за границей. Обучение в странах Европы, как правило, проходит на родных языках. При этом иностранцы могут получить бесплатное высшее образование, успешно сдав языковые тесты. Англоязычные программы в странах Европы тоже есть, но они платные, поэтому выгоднее выучить, например, немецкий язык, который позволит поступить и бесплатно учиться в вузах Германии, Австрии, Швейцарии. Что говорит об этом Валерия Петросян? В Германии активно привлекает молодых иностранных специалистов из-за рубежа. Существует множество стипендиальных фондов для студентов и аспирантов. В Москве работает институт Гёте, предлагающий курсы и программы для изучения языка. Там же можно поучаствовать в Днях немецкой культуры и поближе познакомиться с этой страной. И пятая причина – для карьерного роста. Знание второго языка существенно расширяет возможности построить карьеру за границей. На нашем рынке работает много компаний из Германии, Франции, Испании. И знание соответствующего языка в дополнение к английскому дается искателю большое преимущество. Кроме того, знание второго языка существенно повышает зарплату переводчиков, секретарей, референтов. Валерий Петросян говорит, Немецкие и французские фармацевтические фирмы берут на работу людей без специального образования, но со знанием языка. Знание второго языка позволяет рассматривать предложения о работе не только в Британии и США, но и в других странах, в том числе в Юго-Восточной Азии, в Африке, Латинской Америке. Для человека со знанием нескольких языков открыт буквально весь мир. Ребята, а как же правильно выбрать второй язык? Выбирая второй язык, нужно ориентироваться на три главных критерия. Первое. Интересы и склонности. Второе. Планы на будущее. Третье. Перспективность языка. Что говорит об этом Валерий Петросян? Желательно учитывать все три этих критерия. Например, изучение китайского языка сейчас очень перспективно, но не у всех есть к нему способности и склонности. Чтобы хорошо говорить по-китайски, нужен очень тонкий слух, поскольку от интонации зачастую зависит смысл слова. И наоборот. Язык может быть не самым перспективным, но если школьнику нравится страна, в которой говорят на этом языке, если он увлечен ее культурой и планирует связать с ней свою жизнь, конечно, нужно выбрать и учить именно этот язык. ТОП 5 самых востребованных языков, кроме английского. Немецкий 59%, французский 14%, итальянский 11%, китайский 5%, испанский 4%. Можно ориентироваться не только на востребованность языка у работодателей, но и на его распространенность в мире. По числу носителей на планете лидируют китайский, английский, испанский и арабский языки. Ребята, рассмотрите иллюстрации и скажите, кто из них является адресатом, а кто адресантом? Адресат или адресант? Запомните, ребята, адресат – это тот, кому адресовано почтовое отправление, то есть получатель, а адресант – это тот, кто посылает почтовое отправление, то есть отправитель. Как вы думаете, чем являются эти слова? Адресант и адресат. Паронимами. А что же такое паронимы? Паронимы – это слова, близкие по звучанию, но разные по значению или частично совпадающие в своем значении. Например, эффектный – эффективный, одеть – надеть, абонент – абонемент. А сейчас проверим ваше знание. Послушайте внимательно задание. Прочитай внимательно предложение. Найди паронимы, объясни значение этих слов и приведи свои примеры. Первое предложение. Это был энергичный человек до сей поры удачливый и сильный, которому вдруг изменили сила и удача. И второе предложение. Удачный улов, но отнюдь неудивительный. Подумайте, какие слова являются паронимами? Правильно. Удачливый и удачный. Удачливый – это тот, кому сопутствует удача, которому везет, то есть счастливый человек. А удачный – это успешный, завершивший удачей, то есть хороший. Следующее. Уж не против этого невежа выступал я вашим секундантом. В деле постройки морских судов я был невежда и неуч, но я хорошо понимал всю пользу такого приспособления, как руль, и потому не пожалел труда на эту работу. Подумайте, ребята, какие слова являются паронимами? Правильно. Невежа и невежда. Невежа – это грубый, невоспитанный человек. Невежда – это необразованный, несведущий человек. Неуч. Следующее предложение. Проснулся он желчный, раздражительный, злой и с ненавистью посмотрел на свою коморку. С третьего портрета взирал из-под лобья злостный, неплательщик алиментов. Подумайте, какие слова являются паронимами? Правильно. Злой и злостный. Злой – это сердитый, раздраженный, враждебный. А злостный – это преднамеренный, имеющий дурную цель. Оценить вашу работу помогут дескрипторы. Если вы прочитали внимательно предложения, нашли в них паронимы самостоятельно, поставьте пять баллов. Если вы правильно определили значение данных слов, поставьте пять баллов. И если вы успешно привели свои примеры, поставьте пять баллов. В итоге, если вы применяете знания в контексте устных и письменных высказываний, вы можете смело оценить свою работу на пятнадцать баллов. Молодцы, ребята! Вы справились с заданием. И закончить свой урок я хотела бы словами Эдмунда Де Вааля. Если вы знаете языки, вы везде будете как дома. Изучайте иностранные языки. И для закрепления учебного материала вам рекомендуется выполнить задание 3, 4, 7, 9 в учебнике на странице 27. Это учебник для учащихся пятого класса общеобразовательных школ. Часть первая Астана Назарбаев интеллектуальные школы 2018. Спасибо за внимание. До встречи, ребята! Редактор субтитров Субтитров Субтитров